Дружба крепкая. В город прибыла делегация из Палестины. Впечатления только положительные. Какая программа у гостей? Шулерская хватка. Мошенники развели бобручанку на более чем 90 тысяч рублей. Всего за один день жительница районного центра лишилась накоплений. Чем апеллировали злоумышленники? Увидеть все. Белтелеком предлагает услугу видеоконтроль. Активно продвигаем в городе Бобруйске. Что входит в пакет? А также расстановка кадров и запахло зимой. Ноябрь ворвался в страну дождем, снегом и шквалистым ветром. Где набедокурила погода? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Виталий Гаврусев. Ключевые ротации. Кадровый понедельник прошел во Дворце независимости. Александр Лукашенко одобрил назначение Андрея Рыбакова на пост генерального директора «Беларуськалия». Ранее он занимал должность председателя государственного концерна по нефтехимии. Вместо него на этот пост назначен Илья Икон, который ранее руководил Полоцк «Стекловолокно». Президент в ходе большого разговора предложил рассмотреть целесообразное снижение добычи калийных удобрений в стране. Вот я просил бы себя проработать. Я не ставил эту задачу раньше, проработать вопрос, с кем это нужно, особенно с россиянами по добыче белкалия. Цены, таких цен вообще я не помню в истории, очень низкие цены на калийные удобрения, хотя работа шахтеров непростая. Может быть нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может 11, снизить добычу калийных удобрений. Снизив добычу, ну не то, что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция и за нее надо платить соответствующие средства. Когда-то мы в моей бытности один раз к этому подходили во времена Роболовлева, когда он работал в России. Надо переговорить с производителями калийных удобрений о снижении производства. Ну что за бесценок, почти по себестоимости, а то и ниже порой продавать этот продукт. Но посоветуйся, потом доложишь, примем решение соответствующее. Но я склонен к тому, что нам процентов на 10 может быть больше, надо снизить производство. Главное, чтобы не пострадали люди, чтобы вовремя платили заработную плату и так далее и тому подобное. После Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам кадровой политики в Министерстве иностранных дел в поле зрения и расстановка главных приоритетов в работе ведомства. Как итог разговора, решение предстоящей ротации кадров среди сотрудников белорусских дипмиссий за рубежом. Все, что нажито непосильным трудом, 52-летняя бобручанка передала злоумышленникам свыше 90 тысяч рублей. Женщина доверилась лжесотруднику, который упорно склонял уберечь незадекларированные сбережения, передав их якобы представителю департамента финансовых расследований. Среди мнимых гарантий – возврат суммы в течение трех часов с видеоподтверждением и договором. После выполненных указаний на бобручанку обрушился шквал звонков. Оппоненты вынудили женщину пойти в банк за кредитом в 10 тысяч рублей. Благо, сотрудник учреждения в ходе диалога заподозрила неладное. Сотрудница банка сообщила об этом своей службе безопасности в правоохранительные органы. Благодаря ее бдительности потерпевшей удалось избежать еще одной крупной потери. Всего за один день жительница районного центра лишилась накоплений, которые семья собирала больше 10 лет. Женщина передала злоумышленникам порядка 92 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Один район, один проект в Бобруйске успешно реализовывается инвестиционный проект лесопильного и пеллетного производства, а также строительство мусороперерабатывающего завода. ООО «БРВУД» продолжает реализацию инвестиционного проекта организация нового лесопильного и пеллетного производства на производственной площадке в Бобруйске. Здесь планируется создание 54 рабочих мест. 14 человек уже трудятся на предприятии. В самом начале реализации проекта мы получили от города на безвозмездной основе 26 объектов недвижимости. Уже есть готовый цех линии пиления и сортировки. Перспективы мы планируем в 2025 году запустить наше лесопильное производство, создать порядка 54 рабочих мест. Строительство и запуск мусороперерабатывающего завода – еще один проект в списке. Объект масштабный, проект мегаважный не только для города и района, но и для всей области. Объект обеспечит около 150 рабочих мест, будет обслуживать Бобруйский 5 прилегающих районов. Предприятие будет перерабатывать 100 тысяч тонн коммунальных отходов в год, что существенно снизит давление на экологию. Запуск оборудования ожидается в ближайшее время. На сегодняшний день основной цех производственный, в нем встроено еще два дополнительных помещения – модуль производства фрекции и модуль производства гранул. Основная масса идет производства Российской Федерации. Понятно, некоторые комплектующие. Китайская республика помогала, но в целом основная масса – вся Россия. Масштабная инициатива реализуется в регионах страны по поручению президента. Перечень программы насчитывает 208 инвестиционных проектов с учетом специализации районов и их потенциала. В 2024-м осуществляется реализация 180 инвестпроектов созданием чуть более 9 тысяч рабочих мест. Плюсы при успешной реализации очевидны – создание рабочих мест, налоговые поступления, следовательно, и развитие территории. Укреплять сотрудничество в Бобрусь прибыла делегация из Палестины. Программа визита насыщена и разнообразна. Город на Березине показал не только свое гостеприимство, культуру, спортивные достижения, но и богатый промышленный потенциал. Первый день визита чрезвычайный полномочный посол государства Палестины в Беларуси Ахмед Мохаммед Алмадбух с представителями христианского города Берзейд посетили ледовую арену. После взаимного обмена подарками – экскурсия. Гости из Ближнего Востока попали аккуратно на тренировку молодежной хоккейной команды. Спортсмены тут же взяли в оборот посетителей и провели мастер-класс по забиванию шайбы. Впечатления только положительные и эмоции нахлюстуют, когда играли с хоккеем, попробовали с клюшкой и попали, как скажем, куда надо. Город мы первый раз посетили его, это второй раз и нам очень нравится. Прежде всего я очень рад, что я посетил ваш город и это место, и очень рад видеть, как много детей здесь тренируется. Вы на профессиональном уровне тренируете хоккейную команду, и я надеюсь, что мы еще раз посетим ваш город и хоккейный клуб, и этот спортивный комплекс. От спорта к религии. После знакомства с олимпийской историей города на Березине делегация не смогла пройти мимо собора святого благоверного князя Александра Невского, который сейчас активно восстанавливается. Сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» стала уникальной возможностью познакомить гостей с продукцией местных производителей. На данный город мы обещали, что мы придем с официальным визитом с руководством одной из самых, скажем, любимых городов Палестины, Березет. Вот они приехали, заместители Кмета, бизнесмен из этого города, и мы хотим, чтобы было между Кабруска и Березет, чтобы было хорошее отношение. Рыба и мясо, кондитерские и хлебные изделия, свежие и консервированные овощи, ягоды и фрукты, саженцы плодовых деревьев и кустарников. Но задержались наши палестинские друзья у продукции пчеловодства. Вашим друзьям понравился именно этот мед лесной, потому что он обогащен продуктами пчеловодства. Это весь, как запресса, марины, жирика, черника, боярышник, верес, вес весной сбор. Во время посещения спортивных объектов стадиона «Спартак» имени Александра Прокопенко было высказано. Двустороннее мнение о том, что у наших городов есть хорошие перспективы проводить товарищеские футбольные матчи на регулярной основе. Приятным сюрпризом для гостей стало и посещение 34-й школы. Мы очень рады визиту в эту замечательную и современную школу. Нас поразили ее масштабы и оснащенность. И главное, что это сделано для детей. Постоянную прописку здесь получили 10 плодовых саженцев. Выбор делали с учетом созревания. Есть как ранние, так и поздние сорта. Аллея дружбы – это не просто деревья, это забота о нашем общем завтра, о благополучии нашей планеты в целом. Сегодня у нас появилась аллея дружбы. Я думаю, что это очень знаковое мероприятие. Я уверена, что дружба между народами и мирное небо над головой позволит нашему саду радовать будущее поколение на многие-многие годы. С директором современной компании «Каверпро», которая перерабатывает автошины и производит широкий ассортимент резиновой плитки для покрытия детских, спортивных площадок, тренажерных залов, входных групп, других сфер, встретились непосредственно в активном месте эксплуатации продукции – детской спортивной площадки. Он достаточно очень лёгок в укладке, в эксплуатации, в использовании, не столь дорогой, очень универсальный, поэтому они рассматривают вопрос по использованию этого продукта у себя на своих объектах. Вкусная, качественная, отборная в Бобруйском районе делегация из Палестины заехала к передовикам в СПК «Гигант». У нас совсем другой климат, и это позволяет нам собирать урожай картофеля с октября по июнь дважды. Мне очень понравилось качество картофеля и условия его хранения. Новый и современный гостей познакомили с высокотехнологическим молочно-товарным комплексом «Агрогородка Телуша» филиала «Пищевик Агро» предприятия «Красный пищевик». Посол государства Палестины посетил и предприятие «Бобруйска». Открытое акционерное общество «Белшина», завод тракторных деталей и агрегатов, «Бобруйский завод растительных масел», «Бобруйский мясокомбинат», «Красный пищевик» и открытое акционерное общество «Бабушкина крынка». Наши палестинские гости заинтересовались стерилизованной продукцией, именно конкретно литровой упаковкой, молоко различных видов жирности, сливки и три вида коктейлей. Вкусовые качества наших йогуртов они тоже оценили. Для участников делегации провели экскурсию по производствам и дегустацию выпускаемой продукции. Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Глаза в оба. Если на предприятии много объектов, магазины и склады в разных точках города, и появляется необходимость быть уверенным в их сохранности, тогда услуга «Видеоконтроль» от компании «Белтелеком» – отличный вариант. Подробнее в нашем материале. Услуга «Видеоконтроля» – это решение по организации круглосуточного наблюдения за происходящим вокруг. Вам не придется тратить средства, чтобы купить камеру и время на установку. Все работы проводятся силами «Белтелеком», а девайсы предоставляются бесплатно на срок действия договора. Кроме того, компания не стоит на месте. В пакет предложения включен дополнительный перечень. «Белтелеком» постоянно вводит новые услуги, новые сервисы для наших абонентов. Услуга «Центра видеоконтроля» – это является логическим продолжением развития услуги «Видеоконтроль». В дополнение к установленным видеокамерам, которым уже много лет устанавливаем, активно продвигаем в городе Багрузке, устанавливается «Центр видеоконтроля», который в полной мере можно воспользоваться услугой видеонаблюдения в комплексе. В настоящее время мы еще используем так называемую услугу «Видеоналитика», использование которой предприятиям учреждения города позволяет улучшить не только вопросы безопасности, но и оптимизировать свой бизнес-процесс. В Бобруйске компания «Белтелеком» установлено около 3000 камер видеонаблюдения. Одним из ключевых клиентов, который активно пользуется услугами компании – «Красный пищевик». «Крытое акционерное общество, которое не только имеет высокий объем звонков и широкую сеть интернет-пользователей, но и активно использует услугу видеонаблюдения и осуществляет эффективный контроль и непосредственно на самом предприятии, а также еще и на территории молочно-отварных ферм, и разведывленные сети фирменных магазинов, расположенных по всей республике». Сводкая фабрика – одна из первых в Могилевской области заключила договор на оказание услуги. Это позволяет в рамках одного рабочего места обеспечить просмотр видеоинформации со всех подключенных камер и дает возможность отслеживать в режиме реального времени. Значительная экономия ресурсов обеспечена. «Наличие современной системы видеонаблюдения – это обязательный фактор обеспечения деятельности предприятия в различных сферах. Помимо самой охранной территории – это вопросы экономической, технологической безопасности, пожарной, соблюдения правил охраны труда. Данная система позволяет минимизировать все возможные риски, которые могут быть на предприятии при нарушении в данных сферах, ну и, соответственно, прогнозировать какие-то мероприятия по их исключению». «Белтелеком» – это компания с хорошей репутацией, проверенным опытом и положительными отзывами от клиентов. Если вы нуждаетесь в качественном операторе в области видеонаблюдения с наличием сертификатов, большими техническими возможностями, выбирайте «Белтелеком» и будьте уверены во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве. Роман Костюков, Станислав Чечерин, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Характер природы. С начала ноября страну задувают порывистыми ветрами. Энергетики, которые сутки не прекращают налаживать электроснабжение в разных районах. Утром в понедельник в помощи нуждались в 226 пунктах. Что ждать от вторника далее? Много работы в этот уикенд было не только у энергетиков, но и у МЧС. Из-за сильного ветра падали деревья, повреждались конструкции фасадов домов. Метеорологи уверяют, причиной бури стали циклонические вихри. Они же принесли холод, дождь и мокрый снег. В индонезийской провинции восточной Носа-Тенгара проснулся вулкан Левотоби. Извержение началось вечером в воскресенье и продлилось до утра понедельника. Горящая лава, песок и гравий повредили дома в близлежащей деревне. Бедствие стало причиной гибели по меньшей мере 10 человек. Землетрясение магнитудой почти 5 баллов зафиксировано в Новой Зеландии. Подземные толчки ощущались менее чем в 100 километрах. Очаг залегал на глубине 35 километров. Задувает не по-детски. В такую погоду важно соблюдать элементарные правила безопасности. В идеале остаться дома. Если такой вариант невозможен, заглянуй в телеграм-канал, говорит и показывает Бобруиск. Там по пунктам расписано, как себя вести в непогоду. А пока самое время утепляться. Шарфы, шапки, перчатки, теплые куртки. На ближайшие несколько месяцев наши верные спутники. Во вторник, 5 ноября, в Беларуси пасмурно. По информации Белгидромета, днем ожидается дождь и снег. Ветер 2,4 метра в секунду. Температура воздуха ночью до минус 3, днем от 0 до 8. Роман Костюков, Станислав Чичерин, Бобруиск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!